Вы помните Любимые, меня вы не любили Не знали вы, что в солнече людском Я был как лошадь, согнанная в мыле Пришпоренная смелым издаком Не знали вы, что я в сплошном дыму В развороченном, бурой быте Стовой ночью все, что не пойму Куда несет нас этот рок событий Лицом к лицу, лица не увидать Большое видится, вы на расстоянии Когда кипит морская гладь Корабль в плачевном состоянии Змена корабля Но кто-то вдруг за новой жизнью Новой славой Трюмую пущу этих бурей в юг Ее направил очень величаво Но кто же из нас на палубе большой Не падал, не блевал и не ругался Их мало с опытной душой Кто крепким в качке оставался Тогда и я под дикий шум Но зрело знающий свою работу Спустился в корабельный трюм Чтобы не смотреть на людскую воду Любимая, я мучил вас У вас была тоска В глазах усталых, что я пред вами Да на показ Себя растрачивал в скандалах Но вы не знали, что я сплошно дыму В развороченном, бурой быте С тобой мучаюсь я, что не пойму Куда несет нас этот рок событий Теперь года прошли, я возраст вернул И чувствую мысль по-иному И говорю за праздничный венок хвала И слава рулевому Сегодня я в ударе нежных чувств Я вспомнил вашу грустную усталость И вот теперь я сообщить вам чусь Каков я был и что со мной усталость Любимая, сказать приятно мне Я избежал водения с этой кручи Теперь в советской стороне Я самый яростный попутчик Я стал не тем, кем был тогда Не мучил бы я вас, как это было раньше Со знамя вольности и светлого труда Готов идти, хоть до ла-манша Простите мне, я знаю, вы не так Живете вы серьезным, умным мужем Что не нужна вам наша маята И сам я вам ни капельки не нужна Живите так, как вас ведет звезда Под кущей обновленной сцени С приветствием, воспомняющим всегда Знакомый ваш Сергей Си И так, и так, и так Приветствую, друзья Всем огромнейший привет 30 октября Сегодня за бортом Плюс непонятно сколько градусов Но есть плюсик, да Плюсик есть Короче, температура хорошая Плюс 13,5 градусов Тот самый случай, когда Вода в море теплее, чем Снаружи Ну это серьезно Это суровая правда жизни Ну что у нас Сегодня я для вас загружу Видеоролик Точнее, вот сейчас Прямо уже почти Смонтировал, все сделал Где вы сможете Знаете что? Прямо, что прямо рассказать? Короче Я там для вас Видеоролик записал Где есть возможность На Виноградной улице Купить По Короче Короче Купить Недорого 3 миллиона Двести Там сейчас Уйдет по акции Можно купить У нас Что там у нас? Апартаменты Да, апартаменты Хотя они строятся По федеральному закону 14, все хорошо Все прекрасно Все замечательно В инстаграме уже есть Как всегда Ну и для вас Конечно же Конечно же Для вас такую информацию Да Итак Что у нас сегодня Такого интересного Произошло Или что происходит Давайте попробуем Со всем этим Ознакомиться Да, еще немножко Не выздоровел Что-то мне там Папа с мамой Меня достали И говорят Блин, говорит Иди, говорит Сходи, сделай КТ Говорит Вдруг у тебя там Не знаю Там осложненный Какой-то коронавирус Жуповирус И тому подобное Ну бывает же такое Бывает Поэтому не знаю Может быть сегодня схожу И с утра заехал В клинику Фомина Думал Ну у меня по нравствам Да, с женой сходили Когда она была беременна Мне прям по нравствам Клиника Фомина А в клинике Фомина У нас КТ не делают КТ Понимаете Кота не делают У них Кота нету Понимаете Кота нету Вот откуда кот Короче, КТ не делает Поэтому Ладно, посмотрим Наверное, будем записываться В эту Екатеринскую Но мне не нравится Что в Екатеринской Там все обычно Через одно место Даже Даже Кстати Вы помните Вы все, конечно, помните Вот так вот Есенин Да, вот Миша Маваша Да, прям нормально же Презачитал Прям офигенно Да, прям Классно Ну что Давайте посмотрим Что же у нас интересного Происходит в прекрасном Городе Сочи В Сочи Астоинспекторы Строили погоню Задирающим По встречке Водителям Каршеринга Чем закончилась погоня Неизвестно Пристрелили нахер К него Все Вот так вот Но это было бы в Америке У нас по-другому У нас же все Лояльные Толерантные В Адлере Автомобиль Влетел в дерево Авария Продошла во вторник Вечером Перед остановкой Знания На улице Ну да Это короче Ударили Перестроение В результате Машина снесла Ограждение Врезалась Правильно Нефиг перестраиваться В Адлере В Адлере Это страшная штука Из Базулука Вот как бы так Там же тяжело Значит так В Сочи 24 квадратных метра Ремонт Вид на море Ипотека От 2% Мечтаете О квартире У моря Но ценное И необходимость Сделать ремонт Пугает Да выбор И ремонт Требует времени День Не отказывайтесь От мечты В ЖК Сочи Пар Готовые квартиры С ремонтом С скидкой 20% И ипотекой По 2% Из окон Вид на море 10 минут Пешком До школы 10 минут Пешком До моря 10 минут Пешком До морского вокзала 10 минут Пешком До зимнего Театра Короче Почему-то 50 дизлайков 16 клоунов Ну-ка Узнать цену Давайте попробуем Узнать цену Значит так Смотреть цены на квартиры Давайте посмотрим Открываем цены на квартиры Смотреть Давайте посмотрим Однокомнатную квартиру Нажимаем Давайте выберем с вами, например, черновую Нажимаем Вид давайте На горы, он уже дешевле Нажимаем Где будет создать информацию Давайте нажимаем ватсап Вот такие Черти, да, вот Серьезно, да Возьмите, вы сразу напишите Сейчас, может быть, все-таки Это замануха для лохов Но у нас таких много Понимаете, я вчера снял на виноградке Прямо вот возле парка Ривера Снял для вас на виноградке Хорошие, шикарные варианты Спасибо за обращение Мы проверим свободные квартиры И свяжемся с вами в ближайшее время Чувствуете разводником, да, начало пахнуть И все Это вам не Максим Калминцев, который нашел вам вчера Просто обалденные варианты Правильно? Короче Вора-акробата задержала полиция в Сочи Опытного вора-домушника Задержали оперативники Вот так вот Ночью 27 октября на переулке Трунова 37-летний ранее судимый сочинец По балгонной решетке залез Потом чух-чух-чух-чух-чух-чух И все Чух-чух Чух-чух Чух-чух-чух-чух-чух-чух Ну ладно, пойдем дальше Короче, ничего было непонятно Вчера идет женщина Просто, ну знаете, бывает Вот идет мужчина и женщина Женщина идет, короче Мужик идет спереди, короче Смотрит телефон, мастурбирует Чуть-чуть, да, вот там распяти Она, короче, берет ему, короче Берет по руке Херак только Телефон падает Телефон падает Я вам серьезно говорю Мужик Телефон подбирает Мужик не растерялся Он рукой за краник взялся Короче, берет рюкзак И, короче, херак Этой женщине по горбу Просто по горбу Это все было в Сириусе вчера Тык И вдвоем дальше побежали Никто не понял ничего Итак 327 таких смайликов Которые там 37 И так вот задумался Смайлик и так далее Вот эти вот хорошие новости Они позитивные Они так вот поржать могут Правильно же? Правильно Ладно Пойдем с вами дальше Полицейские обнаружили У Сочинки более 700 доз Метадона и Мефедрона Нифига себе она сейчас улетит По самой не балуйся Правильно? Правильно Экс-обладательницу Самых больших губ Кристину Рэй Нашли мертвых Канализации в Сочи Кому-то не понравились Говорят, ее губы Вообще, если честно Как бы Соболезнование родным и близким Потому что На эту тему стебаться И шутить нельзя Ну, блин Я посмотрел фотографию Блин Это жесть Знаете, вот помните Раньше был мультик, да? Оставайся, мальчик, с нами Будешь нашим королем И такой Они такие губичные Были у рыбки Она такая Саныса пипусь Пипусь саныса Ну, вот так, знаете Помните, когда она кепку одела И спрашивала Почему девушки С большими губами Носят кепки С длинными козырьками Она такая А что птичий поймет Не падал мне на губы Вот, короче, это категория Вот, понимаете, все Ладно Жилой комплекс Зеленая территория Краснодар Скидка 629 тысяч рублей Квартира с ремонтом С ремонтом 16 гектаров земли Все это Блин, ну это опять Разводила Не будем Как старое Бать, это извращение Даже Новости хороши Пошли Бывшего Вице-мэра В Сочи Разыскивают Подозрение В превышении полномочий Короче Экзаместительную Главу Сочи Ирину Романец Всем вокруг Романец С июля 2024 года Ищут Подозрение В превышении полномочий Так написали Ищут За взятки и откаты Ну да ладно Короче Разыскивают Разыскивают Но она была Не при нашем мэре А при мэре Которая называется Кто у нас Пахомов И знаете Люди в комментариях Задают законный вопрос Ну как так то Почему всех Зам мэров Пахомов Пересажали А сам царь Все хорошо Все прекрасно А Почему так происходит А это вопрос такой Да Такой риторический Порнографический А все почему так происходит Ответ очень прост Потому что Надо уметь И надо С кем то Нормально дружить Понимаете Потому что у нас У Мэра города У Пахомова У него Был Есть Точнее Жена А вот есть Еще у нас Помните Такой Медведев Который у нас В свое время Четыре года Подменял Путина На Вот этом Классном Посту Президента Российской Федерации Так вот У них Жены дружат Очень хорошо Дружат Понимаете Вот если у вас есть Как-то прям Лучшая подружка Вы дружите Вот примерно Так происходит Ну и все Вы сами понимаете У нас же Закон же В Российской Федерации Он же Существует Для простых смертных Для простых бедных У которых нет знакомства Там с женой Медведевой Или еще что-нибудь Понимаете А только Существует Закон Вот Вот Все А закон Вот для Элит Он не существует Поэтому Конечно Это бред Что мэр города Пахомов Да Как бы Оказывается Он был у нас Белый Пушистый Хорошенький Да Как бы Только Периодически Ходил там В компанию Элитной Сочи Там что-то Пытался Выкабучиваться И на самом деле Как бы Он все Такой бело-пушистый А замы Были такие вот Козлы Замы вот такие У него были Вот и все Ну и конечно Там люди Зараствуют Правильно Еще одну Суку Надо посадить Все Ну Ребят Знаете Это же Чиновники Это же Как Трехжопый Дракон Трехжопый Трехглавый Дракон Что значит Трехглавый Дракон Ты же Одну голову Берешь Как выдр Одну голову Отрубаешь Две вырастают И здесь То же самое Одного Чиновника Сажают Вместо него Еще два Таких же Еще хуже Там как бы Ворюги Появляются Поэтому Ну не получится Никогда Не получится Вам Ничего В этой Гребаной Жизни Потому что Вот я например Вчера Вот тоже Там познакомился Школы Да Я прекрасно Понимает Что Блин Она говорит Мне нужны Сотрудники Нужны Специалисты Нужны Педагоги Но напряг С ними Потому что Никто даже За 50 тысяч Не пойдет Работать Понимаете Но когда повар Получает Там не знаю Там суши мастер Там Суши ла мастер Получает У нас на секундочку Например 120 тысяч рублей А педагог Которого там Большая зона Ответственности И так далее Получает 40 тысяч рублей Но это Мягко говоря Это Мягко говоря Какое-то Нездоровое Возвращение Правильно же Правильно Поэтому пока Не поменяется Политика В сторону Здравоохранения И в сторону Образования Ничего хорошего Не будет У меня Дочка Она может Спокойно Работать Психологом Но она не пошла Она работает Поваром Потому что Она зарабатывает 120 тысяч рублей В месяц Понимаете И ей Это Как бы Работа Связана С Умом Она нахрен Не усралась Потому что Как бы Показали Такую зарплату Которую Не знаю Смех просто Понимаете Потому что Я скажу вам честно Я дочку Перестал поддерживать Сейчас Да Потому что У нее своя семья Она должна Как бы В любом случае Да Вот они там Встречаются с мальчиком Да Они там Вместе живут Все Поэтому я считаю Что они должны Сами строить Свою жизнь И Например Вот уже Второй месяц Будет Как я Перестал Дочку Финансировать Все Потому что Как бы До этого времени Я финансировал Там Оказывается Я же еще Квартиру оплачивал По 80 тысяч Я ей давал А сейчас Ну Немножко взял И прекратил Чтобы она Чего-то в жизни Добилась Сама Это не выжить Там Я Там Жмот Нет Я просто Не хочу Своему ребенку Делать Медвежью услугу Вот как бы так Иск ГП Мущество Экспредседателя Короче Фигня Все Не будем Дать Делать Акцент Фельдшер Спас Человека На борту Самолетов Сочи Сочи Самара Красавчик Вот видите Молодец Красавчик Я бы не смог Спасти Потому что Блин Я даже не знаю От чего Это Как бы от головы Пьют Не знаю что Ну понимаете Ну даже не знаю Что от головы Пьют Ну вот раз И все Ну вот вчера Выпил Брал Не помогло У меня почему-то В часика Три Начинает Очень сильно болеть Голова Прям Очень жестко И все Вчера Все таки Жена Говорит Давай Говорит Померим Давление Говорит Ты Говорит Ну я Говорит Ну хорошо Давай Померили давление Оказывается 148 На сколько там На 98 Что ли Короче Повышено было Давление Взял какую-то Невкусную Таблетку Под язык И вот Действительно Стало Легче Ну в любом Случае Раз У меня там То сердцебиение Становится Больше У меня Часто Сигнализирует То еще что-нибудь Значит в организме Происходит Какая-то Нездоровая Ерундень Не надо Конечно же Выяснить А мы же Как Мужики Мы же Ходим В больницу В том Случа Когда уже Умерли Знаешь Когда умер Тебе Говорит Поедина В морг А ты В больницу Ешь Поэтому И здесь Ситуация Примерно Такая Великие Перестроения Всегда Непонятные Я думаю Что я сегодня Заеду В больницу Потому что Есть момент Мне просто Надо сегодня Показать Квартиру За 3 миллиона С ремонтом Техника И с мебелью Сами понимаете Да Нужно Показать Поэтому Сначала Я квартиру Покажу За 3 миллиона Рублей До моря 40 метров Кому Нужны такие Варианты Пишите Мне Ватсап В личку И все Реально Как бы Пойдет Показывать Реально Хорошая Живая Квартира 3 миллиона Да Конечно Площадь Небольшая 18 Квартира Но она С ремонтом С техникой С мебелью Понимаете 3 миллиона Рублей До моря Вот Трописка Все Это не апартаменты Это нормальный Нормальный Квартирник Поэтому Если кому-то Нужны Такие Варианты То Конечно Обращаемся Также Сегодня Все-таки Тоже Смонтировал Загружу Для вас Дом Интересный Дом Который Я снял На Мамайке Он В принципе Недорого Стоит Ну Прикольно Да Вчера Приехал На Мамайку На Переулок Ландыш В объявлении Так было Все красиво Сказано Дом Там Каркасный 100 квадратных метров Вроде Все хорошо Все прекрасно Думаю Ну ладно Думаю Сейчас Галюгьянем Во-первых Я кое-как Доехал Там Можно было Доехать Только на БТР Нифига Одни Тигуаны Видели Одни Тигуаны Тигуанищи Вау 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 Как мило Я уже Люблю Когда на самокатах По два мальчика катаются Он Один Другого Так нежно Обнимает Думаю Еще Поцелуй Еще За ушко Блин Е-мое Жесть Да Жесть Да Электросамокаты Кстати Тигуанов Становится Много На дорогах Сочи Как грязи У меня Кстати На Тигуане Уже пробег 40 тысяч Потихонечку Потихонечку Раз И Набежал Опять же Поездки Те самые Не знаю Надо сегодня Что-то сделать Интересное Наверное Этот видеоролик Выложу И еще Один А то вы там Захлебнетесь Не успеете Все посмотреть И затеряется Что вы Напишите В комментариях Что выложить Дом Хорош Такой Классный Да Для Семьи На Донской Недорогой Либо Лучше вам Выложить Квартиры По 2 миллиона По 2 200 На Исауленко Как бы Пентхаус Который По акции Сейчас Либо Вот на Виноградке Вот здесь Вот рядышком Сейчас я буду Проверять Покажу Здесь мне Сейчас предложили Там срочно Продажи Там Эдва продаж Поменялась И все Там Сходили В гости К нашей Знакомой Помните Катьку Я у нее Брал Интервью Катька Красивая Классная Деваха Такая Их Такая Их Такая Горящая Изба И все Вот Начала В деле Продаж Пригласила Макс Я знаю Твой сегмент Знаю Реально 3 200 Приезжай Осталось Всего лишь 4 апартамента 4 апартамента Ну С ремонтом И с техникой И с мебелью Они то Недорого стоят Ну 3 200 Но есть Один момент Вот Почему Недорого Стоят Там Короче Есть момент Что Огромная территория Видите Вот за этим зданием Огромная территория Там больше 4 гектаров земли И там получается По большому счету Как бы Обслуживание Да Эта территория Как бы Дорого Как бы Можно купить Себе апартаменты Дешево Дешево Но Содержать Будет дороже Чем квартира Как бы Если это не пугает То пишет ватсап Ну и скажите Что лучше выложить Потому что Три этих видеоролика Уже Извиняюсь Три видеоролика Я уже Приготовил Знаете Знаете Где Свадьба была У Пескова И у Навки Угадайте где Вот в родине Не знали А я вам говорю У Пескова и Навка Была свадьба Вот здесь В родине Здесь они там Бухали Отдыхали И все остальное Вот так Теперь Что-то Давайте Что-нибудь Интересное Про Сочи Нужно же Про Сочи Рассказать Что вам Такого Интересного Рассказать Ну давайте Наверное Расскажу Вам Откуда Пошло У нас В Сочи Знаете У нас Многие Из вас Думают Что Большой Сочи Он Сразу Возник На самом деле Не Нифига У нас Вот Был Да Вот Когда Например После Андреопольского Мирного Договора Перешло От Турции Да Российской Империи Соответственно Первое У нас Первое Место Которое Возникло Форт Это у нас Форт Святого Духа И он Был в Адлере Через год Только Через год Появился Уже Александрийский Форт Который у нас В центре Сочи Там Где у нас Находится Морской Вокзал Потом Уже Через год Одновременно Появились У нас Лазаревский И Ой Сейчас скажу И Головинский Понимаете Поэтому Все-таки Что было Раньше Курица Или яйцо Как здесь Оказалось Что раньше Был Адлер Да Именно Вот Александрий Ой Именно Форт С того Духа Сам Первое И Потом Уже Соответственно Пошло Поехало Самое Интересное Что Например Служили Как говорится Здесь Да Вот Именно В этом Месте Получается Димарский Вокзал А жили Первое Поселение Которые были Именно Вот этих Военных Военных Которые Пошли Поехали Они Жили В селе Пластун Поэтому Именно Историческое Место При Царской России При Российской Империи Можно считать Именно Пластунку Пластунку Почему Было Именно так Ну потому Что Смотрите Если Кто-то Из вас Сходил В горы Вы Все Прекрасно Понимаете Что В горах Есть Определенное Правило Вот Ты поднялся 10 метров Выше По ручью Ты Там Набираешь Себе Воду Воду Там Можно Кипятить Там А спустился 10 метров Вниз Ты берешь И там же Моешь Посуду Там Остатки Пищи Все Там Смываешь Это Правило Действовало Во всех Соответственно Городах Которые Возникали На реках Любой Город Который Есть В мире Он Возникает На реке Если Реки Нет То И города Нет Есть Конечно Исключение Города Это Всякие Разные Пребрежные Города Такие Как Например Кургана Там Нет Реки И Такие Например Шарль-Шейх Исключение Там Есть У них Море А Если Мы Возьмем Астаной Египет Например Каир Александрия Они Были Вдоль Реки Нил Здесь Получается Наверху Жили Пользовались Водой Готовили Пищу А чуть Ниже Все Отходы Все Остальное Они Погнали В Реку И С реки У нас Все Это Утаскивало В море Поэтому Почему Многие Богатые Люди Почему Стараются Жить Повыше Подальше От Например Морской Зоны Потому что Все Прекрасно Понимают Что Во всех Городах России Да Во всех Городах Мира Вся Канализация Она Обычно Стекает Куда Она Стекает Например Вот В Те Самые Реки А с реки Уже Попадает Там Не знаю Там Либо В озера Но это Суровая Правда Жизни Почему Например На рыбалку Да Вот Когда Ты Например Еешь Да Почему Например Самое Удачное Место Считается Для рыбалки Самая вкусная Рыба Это Волгоград И верх По течению Почему Например Самая хорошая Рыбалка Вроде Считается Астрахани И сюда Внизу Камандиак И так далее Но почему Именно Рыбу Любят Брать Именно Оттуда Да Почему Да Если поесть Да Если не просто Прорвачить Ответ Очень прост Потому что Тоже Река Волга Как ни Курите Это тоже Не чистая река Это грязная река Как бы Тоже Там Есть Там Баржи И масло И все остальное И там Также Безалаберное Халатное Отношение И все И поэтому Вот например Ближе к Аспию Очень много Больной рыбы При том Как например Если мы возьмем С вами До Волгограда До Волгограда Там В принципе Больная рыба Почти не встречается Ну серьезно Все подтвердят Каждому на слово Ну и вот здесь Получается Пластунки Это было Одно из самых Чистых мест И дальше Пластунки Особо ничего нет Поэтому Люди Которым нужна Экология Нужна чистота И тому подобное Они предпочитают Как бы Идти Мягко говоря Далеко В горы Потому что Как ни крути Хоть у нас есть Возможные Очистные сооружения Да И вроде как бы Говорят Что после Вот этих Всяких Очистных сооружений Даже Домашних Да Что можно даже Воду пить И так далее Нет На самом деле Нельзя пить Никто еще Ни разу Там Не возьмет Не придет Поэтому Вот люди Большинство Да Которые Богатые Да Успешные У них У них Нет домов На берегу Моря У них Всегда Находятся Повыше А отдыхают Да Вот то же самое Что вот Первое Да Которое У нас Взять Вот этот Вот этот Сейчас скажу Навагинское Да Навагинское было купление Наверху А потом Соответственно У них Служба была Там Да Вот А жили Они там Жили с чистотей В порядке Но А службу Несли Вот В районе Морского вокзала Потому что Ничего не поменялось Вот как было Так и осталось Если мы возьмем С вами Ту же самую Реку Мзымта То наверху До Например До Красной Поляны Там спокойно Берут И Где берет Начало Река Мзымта А река Мзымта Берет Начало У нас На Озер Каругач Вот там Например Эту воду Пьют Используют Все хорошо Все прекрасно А вот Уже Даже После Красной Поляны Почему-то Никто не готов Взять И Воду С реки Взять И попить Потому что Прекрасно понимает Что Много чего Попадает Непонятно куда Вот такая Суровая Правда жизни На этом С вами прощаюсь Вам всем Прекрасней Шево настроения Вам всем Побольше позитива Вам всем Добра Бобра И пока